А что такое профессиональный коллектив, который работает на эстраде и за это получает деньги? У вас программа готова? Я говорю, готова. Все, встречаемся на концерте. У нас в шиновой команде в смещении была девушка вокалистка, но она отыграла несколько концертов с нами и почувствовала себя звездой и решила отдохнуть. Прилетел такой веселый самолет. Космонавты пошли к космонавтам, колхозники к ферберам, а мы пошли к своим этим волосатым людям. Если мы работали, к примеру, в Европе, то понятно, что надо было работать на языке, им понятно. И директор слушал, слушал, потом у меня была ручка, бросил ее обзепликать, так это то, что нужно. В коллективе, когда есть вот это ощущение общего совпадения, если есть совпадение, тогда это прет. Мастер – это не совсем даже группа, а это образование людей по энергетике, по профессиональной подготовности и так далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем добрый день. Музыкальный салон на РОС и радио в своем среде, в среде недели. И вот время очень приятного принимать эстафету утреннего эфира после утреннего шоу. Большой привет ребятам, которые здесь в студии, прямо перед нами, с вами были. Провели аж с 7 утра и до 11. Такое, мне кажется, очень даже позитивное, замечательное, но в то же время глубокое время с размышлениями. И вообще, думаю, еще иллюзия – это, конечно, одно удовольствие. Ну, мы продолжаем, продолжаем, потому как музыкальный салон – это программа «Радиомост», которая связывает продюсерский центр Игоря Сандлера и нашу студию «Ройс и радио» в Нью-Йорке и принимает музыкальных гостей, автор идеи музыкального салона «Серж Лофти». И сегодня мне особо приятно поздороваться с моим соведущим Игорем Сандлером, Максиму Челикову. Мы передадим еще привет и поздравим его с днем рождения, это именно сегодня. Ну, Игорь Сандлер с нами, здравствуйте! Юль, дорогая, доброе утро у вас, традиционный добрый вечер у нас. У вас 11 утра, у нас 6 вечера. И мы, как обычно, по средам начинаем наш эфир. Как обычно, я приглашаю к нам наших гостей, моих близких друзей, которые выросли на рок-музыке, выросли на этой культуре, а многие из моих гостей и всю жизнь отдали этой легендарной музыке, легендарному направлению, которая уже давным-давным-давно стала классической музыкой. И сегодня я рад видеть, передо мной сидит мой друг Алик Грановский, лидер группы «Мастер» или не лидер, или вы там все одинаковые, сейчас он нам про это все расскажет. Ну, Алик, это действительно мастодон российского и советского рока, человек, который, собственно говоря, чуть-чуть попозже, конечно, сейчас Алик расскажет. Я-то в «Интеграле» 1977 года, мы уже взрывали стадионы. Сейчас Алик расскажет, когда он начинал и взрывал все, что видит. Алик, дорогой мой друг, привет! Привет, Игорь, спасибо тебе за приглашение, давно не виделись. Точно, ну, видишь, повод появился. Точно. Ну, рассказывай, когда ты первый раз взорвал стадионы, что ты делал в 1977 году, когда мы взрывали стадионы? Слушай, в 1977 году я был несколько помладше тебе. Чуть-чуть, да? Ладно. Ну, я ходил, помню, на «Интеграл» и собирали, говоришь, спорт и скакал на «Динамо». Точно, помню. У меня еще был костюм, по-моему, какой-то такой, то ли дракон, то ли какой-то такой, достаточно в чешу. Я сейчас не помню, только такие, знаешь, вот обручные воспоминания, как в мультфильме. Да-да-да. Да, выглядел, да, ты уже так же, но немножко, так скажем... По экстраваганте. По экстраваганте, да, я искал слово. Да, отличный концерт, кстати, был. Он такой многоплановый был, насколько я помню. У вас там было что-то, вроде, два отделения, да? Вот, и всем моим друзьям, и всем понравилось, потому что в основном мы слушали такие совершенно новые группы. И не часто мы ходили на какие-то такие официальные коллективы. А вот Интеграл, кто-то сказал, что это очень интересная группа, шоу, шоу, группа Интеграл Парри Алибасова. И я помню, мы пошли, и там была огромная толпа, мы все встали, купили тикет и пошли на концерт, получили удовольствие. Спасибо тебе, отличное шоу было. Супер, Алекс, спасибо за воспоминания. Меня тоже немножко так сейчас кровь взбодрилась, потому что уже забыл, это было уже 77-й год, сколько, 45 лет назад. Все, напомнишь. Ну, а давай, наверное, пригласим к нам в кадр, к нам подтянулся наш давний старый добрый друг. Лекс, привет, дорогой друг. Ну, вообще, ребята, просто, что ж такое происходит? Какие люди сегодня гостями. На высшоп этом просто. Спасибо. Это легенды, люди, легенды, я понимаю. Вам спасибо. Да вообще красавчик. Телефон для СМС-сообщений 347-460-0877. 347-460-0877. Если вы, уважаемые радиослушатели, хотите что-то выразить, додать вопрос или вспомнить, куда вас сейчас унесло связь с этими именами, конечно же, музыкой, которую мы будем слушать, пожалуйста, телефон, по которому можно отправлять СМС-ки, 347-460-0877. Можно и нужно. Игорь Сандлер и музыкальный салон. Я Юлия Евгеньевш. Восемь лет мы в эфире. И очень-очень здорово, что сейчас пришли к такой удивительной по судьбе точке в событиях, когда принимаем и Алика Грановского, и еще, ну, я думаю, что здесь можно сказать Алексей Лекс-Кравченко. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Лекс, привет. Микрофон сейчас еще подкручим. Всем привет. Ну и так, собственно, сегодня два часа у нас эфира. Мы послушаем музыку группы Мастер. Мы сегодня много будем воспоминаний о истории создания группы, о путях этой легендарной группы, вообще с чего все начиналось. Ну, Алик, ну вот расскажи, в 77-м году ты уже играл же наверняка? Да, конечно, я уже играл в 72-м году. О, ну давай вот прям с тебя начнем, потом на лекции перейдем. Ну, от какого, от 77-го года? В 72-го, конечно, давай. Ну, 72-й, это были какие-то совсем детские коллективы. Ну, неважно. Ну, в 72-м году мне было 12 лет. И мы пытались что-то даже уже делать, играли, насколько я помню, ху. О. Да, там такой риф был. Ему это играли. Ты на чем, на басу или на гитаре? На бас-гитаре. Ты прямо с самого начала на басу. Да, да. Нет, ну как, я до этого в детстве учился на скрипке, а потом мне понравилась бас-гитара со временем. И, правда, она, я не помню, какая это была бас-гитара, но явно какая-то... Орфей? Нет, самопальная, похоже. Самопальная или какая-то демократическая бас-гитара. Музима, ну еще чешские Илана были. Да, Илана была точно. Не помню. Ну, неважно. А, 26-го мая в Митцелл-Сквер-Гарден концерт как раз этой группы. Вот мы три недели назад Иглс, да. И поэтому просто вы сейчас так сильно напомнили музыку. Интересный вопрос, а кто там из ху остался? Ну, так же, как и в Иглс. Ху Янхо. Очень мало, ну, в любом случае, культовых вещей. А Джон Инстерл, извиняюсь, мой любимый бас-гитарист, он, к сожалению, скончался. Очень жалко. Он супер-возь. А кто там остался-то, подожди? Питтаушин, Долтри. У нас вообще сегодня фокус... Долтри. А, Долтри, он жив, да? Да. А, ну вот, видишь. Но барабанщик уже, по-моему, давно. Да, 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 ушел в мир иной. Да, и вот не так давно Джон Инстерл. Ну, Долтри и Питтаушин, да, да. Культовые, собственно, имена этой группы. Одна из любимых моих групп. Спасибо. УХУ, кстати, это группа, которая входит в 33 группы, которые выступали на ВУЗУКе, на моем любимом, в котором мы уже три года делаем фестиваль. И вы же у меня, кстати, выступали на первом ВУЗУКе в 2019 году, по-моему, да? Или нет, я не помню. По-моему, он назывался гитарный рок-фест. А, нет, гитарный это в Плёсе мы проводили, точно. А, нет, на ВУЗУКе мы пока... А, пока нет, все, этот год будет первым. Какое богатое событие, но у вас путь. Берем, берем. Спасибо. Вы знаете, сегодня на эфире, конечно же, будет и фокус на такую интересную музыку, которую представляют огромным таким своим потоком бас-гитаристы. Потому как Олег Грановский это как раз виртуоз, это мастер, мастер и группа мастер, я так понимаю, что это очень здорово перекликается все. Хотя помню, как в детстве, когда-то, когда на английском языке пытались прочитать, читали вовсе не мастер, как это Мактип называл. Мактип. Да. Мактип. Я вам больше скажу, извините. Интересно. Да, мы когда были за границей, давно, и говорят, что это за группа из Советского Союза? Мактип. 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 Как это было записано, на что я когда-то запала. Поэтому, простите, от себя лично буду тоже вопросы задавать. И вопросы радиослушателей мы будем озвучивать. Ну и еще один интересный момент, который с Игорем Сандлером можно было бы именно вам озвучить между собой. Это те самые концерты, которые были неофициальные Которые были в 70-х годах Те, которые назывались запрещенными Которые в сарафанном радио или по телефону созывались И прям большой аудиторией были Что же там за кулисами творилось И что же там такое было, с какой музыкой Но сейчас музыка групп Мастер будет звучать в эфире И мы к вам вернемся Это музыкальный салон Оставайтесь с нами Телефоны для СМС-сообщений 347-460-0877 Руси Радио Солнечным светом Сердце сжег Часто бывает Людям невдомек Все мы чужие Кто же здесь свой? Ветер За спиной Тридцать три жизни Вымолить мечтал Далья одну мне Сборить не стал Все эти жизни Проживу в одной С ветром за спиной Я ухожу от себя Вновь прихожу к себе Отдыху с рукава Вверх по спиной Вверх по спирали дугой Вниз по чечопе глухой Более Воля моя На износ Я жив все равно, что бы ни случилось со мною на земле. Небеображение находит по весне, ненависть на холмине Грозой полоснет, по любви вернет. Тридцать три жизни. Тридцать три жизни. Тридцать три жизни. Тридцать три жизни. Это программа «Музыкальный салон», автор с идеей Серж Лофти. Привет большое всем. И сегодня принимаю гостей культовых людей, участников группы, которая долгое время уже трогает сердца и души нас, уважаемые с вами радиослушатели. Это Альк Грановский. Действительно, имя это, которое с сердца вызывает, с грубой арии, и, конечно, с группой «Мастер», и сольники его, которые невозможно не слушать, даже людям, которые до того, как услышали его исполнение, не интересовались бас-гитарной музыкой. И еще один человек, это вокалист той самой культовой группы «Мастер», музыкант, человек, человек-профессионал, который невероятно владеет своим голосом, Алексей Лекс Кравченко. Я не знаю, каким образом правильнее обращаться, но буду вот на вы шепотом, Алексей. Спасибо вам большое, что вы с нами. А, ну, вы тоже на шепот, отлично. Хорошо, что шепотом. Все-таки, если вы вместе с Игорем Сандлером сейчас находитесь в той самой студии, и радиомост у нас все-таки состоялся, давайте перенесемся в то время, о котором знаете, наверное, лучше всех только вы. Потому как вы были со стороны сцены, а все мы были вашими радиослушателями, не только радиослушателем, как сейчас. И, конечно же, говорить о вас, и на вы шепотом уже тогда можно было. А попасть на концерт и каким-то образом еще иметь отношение к этому концерту или вот к тому самому тайному явлению, когда можно было попасть на концерт только своим, только по звонку, это уж совсем. Что в то время происходило? Откройте, пожалуйста, нам сейчас немного кулис. В какое? А вот конец, конец 70-х, когда худсоветы есть, когда на сценах замечательная любовь к комсомолу весна, и все это очень позитивно, ярко, и музыка тоже так же хорошая. То есть никто не говорит ничего, просто жанры другие. И тут вдруг идет рок, и тут вдруг идет то, что, я не знаю, какой-то Rolling Stones наслушанный когда-то где-то, пластинки, которые непонятно каким-то образом удивительны, вообще музыка там на польском радио подслушанная. И вдруг вот это все можно, оказывается, в таком самом профессиональном виде видеть и слышать на концертах, на концертах, которые не в открытом доступе, на концертах, на которых приглашают по телефону. Давайте так, начнем с худсоветов. От худсоветов, насколько я понимаю, закончились ближе к 90-м годам. Именно так, да. А нет, даже, извиняюсь, не ближе к 90-м, в середине. В середине, да, 85-го. В середине 85-го, да. Ну, перестройка началась, и они на нет сошли, но не сразу еще. Да, да. А если проходили какие-то, ну, так скажем, нелегальные концерты, они назывались «Совершина», да, было бы масса коллективов, они были, так скажем, непрофессиональные. А что такое профессиональный коллектив? Это, который работает на эстраде и за это получает деньги. Когда у тебя в трудовой книжке записано, что ты музыкант, а если не написано, то ты непрофессионал. А у меня в трудовой книжке появилась эта запись несколько позднее. Попозже, да? Да. Ну, кстати, у меня с самого начала, я в 14 лет уже в Саратове руководитель вокально-инструментального ансамбля авиационного завода Саратова. Авиационного технику, извиняюсь, который закончил мой папа. Да, вот в отношении ко мне, к примеру, немножко по-другому, потому что я не хотел играть в вокально-инструментальную музыку. И мы-то играли Юрайхип Дипеппо, но написано было в трудовой, да. Вот. Звонили, мне приглашали, например, веселые ребята, Павел Хлободкин. Ну, я ему сказал то, что, извините, но это не мое, и... Я себя не вижу в этом великиме никак. Если бы вы играли в премьер-музыку на уровне Диперпл, наверное, я бы подумал. А так я себя не чувствую в этой ситуации никак. Вот. А насчет совершенно много коллективов, да, их было немало на самом деле. И вот эти вот концерты делались, да, по телефону. Были люди специальные, которые занимались устройством этих сашинов. У них были агенты. Да, такие ячейки. Да, ячейки, которые обзванивали... Неком самолит. ...других агентов. И все вот такое, челночное, такая вот обзвонка города давало, и целый зал людей. Сколько? 500, 700 тысяч человек? Нет, нет, нет. 300? Нет, нет. 300? 300 – это максимум, потому что мы не имели возможности играть в больших залах. Олег, ну а первая группа вот как называлась, и когда это? Смещение. Смещение? Смещение? Моя шестовая группа первая. 70 какой год? Нет, это 70... конец 70-х и по 82-й. Это твоя была группа, да? Да, моя и Андрея Крустера, который был в то время гитарист. Это была наша группа. Что играли? На русском или на английском? На русском языке, да. Уже свои песни. Уже свои песни, да. Никаких каверов, да и вообще понятия кавера в том смысле не было. Была группа, которая играет фирменную музыку, фирму. Вот как называлась тогда. А слово кавер это вот недавнее приобретение, насколько я понимаю. Ну да. Тогда нет. Да, например, были группы, которые играли там Лицеппелем, чистая случайность группы играла Гранд Фанк, к примеру. Второе дыхание группа, моя любимая, они играли Билли Кабом. Уже это единственное, там был гениальный барабанщик, Кеннадий Хаищенко, знаешь, что это было? Не, не помню. Супер вообще. Он играл на двух бочках и играл фактически по тем временам со всеми. Он как говорил, у вас программа готова? Я говорю, готова. Все, встречаемся на концерте. А по репетировать? Нет, нет, мне некогда репетировать, я постоянно в работе. Ну, Билли Кабом, кстати, был у меня в гостях, и на радио был, и 73-го года альбом «Спектрум» у меня с его автором, который меня взорвал мозг тогда. Это первый такой джаз-роговый, мощный альбом был, это Билли Кабом, культовый мозг. Согласен. 73-го года. 73-го, да, да, да. Ну, хотя я любил еще, конечно, когда Билли Кабом играл в «Маховишне». Ну, «Маховишне», это бомба. Кстати, когда у Ринго Стара спросили, а как вы относитесь к Билли Кабому, Ринго Стар подумал, ответил, «Билли Кабом играет как может, а я играю как надо». Ну, такой ответ был. Его версия, как говорится. Вполне возможно. Так, итак, ты уже на бас-гитаре, сами пишете музыку, 82-й год, почему разошлись? А, все просто. Приехал один администратор из Петрозаводска, и уже тогда потихонечку власти начали разрешать играть рок-музыку. Но не полный концерт, а, например, отделение. Вот, и забрал у нас Петрозаводск, Петрозаводскую филармонию. И потом начали играть. Первое отделение мы играли, аккомбонировали многочисленным певцам, их там четыре человека было. Помню, помню. Это обязательная программа была. А во втором отделении нам разрешили играть свою музыку. Супер. Но вы под этим же названием уехали или нет? Вот, название у нас было рула. Советское как? Такое карельское назвали рула. Рула? Это рула. 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 Это танец такой рула, ты рула. Это вот финско-карельский эпос. Супер. Ну вы этим же составом целиком или кто-то уже сократился? Двоем. С Андреем и наш новый вокалист и барабанщик другой тоже. И там уже взяли местный у кого-то, да? Да, потому что у нас в шиновой команде в совмещении была девушка вокалистка, но она отыграла несколько концертов с нами и почувствовала себя звездой и решила отдохнуть. Ну и правильно сделали, видимо, да. А сейчас фамилия где-то звучит этой девушке, которая тогда была вокалисткой? Нет, к сожалению, она умерла. Ой, господи. Царство небесное. Леша, расскажи, а ты как начинал? Когда, что, где, почему, зачем? Вот зачем этот вопрос до сих пор не могу ответить, да? Шутка. Все остальные вопросы давай. Не, ну как в школе, ну как какие-то там наши советские инструменты, там тяжелые, уралы. Ты пел сразу? Но вы же в музыкальной школе на баяне играли сначала. А как же в музыкальной школе? Да, а как же вот... Ну, играл я там в каких-то даже конкурсах, места занимал. На баяне? Да, потом наступил этот пацанский период, когда надо было там самбо заниматься. Ну, такой, знаешь, уже что-то надо этот, знаешь, из-за... Я тоже четыре года в самбо. Ну, да. Ну, а потом как бы вот это пришло. Накрыла музыка, да? Ну, да. Это какие года? Ну, не знаю, может, 78-й, 79-й, 77-й. Ну, примерно то же самое. Ты москвич тоже, да? Нет. В Омске. Лимита? В Омске. Как и мы, саратовские. Да, ну, лимита раньше была... Это определенная прослойка со своими плюсами и минусами. Ну, да. Так лимитчики построили Москву. Ну, мы же приезжаем, нам что-то надо добиться. А москвичи, они вяленькие, они тут сидят дома, мама, папа, холодильник. Да, нас удивлялись там кто-то к родственникам, там, одноклассник, приезжаю. Ты кушать будешь или ты уже где-то поел? Да, да. Ну, или там покушаешь чаек и сушки. Вот, ну, это уже... У нас же немножко там это самое по-другому. Ну, не то, что там... Ну, это не важно. Мы же о чем? О музыке. О музыке, конечно. Нет, по-моему, все влажно. Ну, и ловил те самые, ну, не часто, потому что это, ну, и время еще смещено, там. Помню этот... Голос Америки, Би-Би-Си, да. Да, нет, что там вот это. Севы-Нолгородцев. Да. По Севы-Посевы. Как у него называлась эта передача? Вот. Ну, просто помню, там в одном вот этом передаче в комплекте была вот эта цыганка, то есть Том Бринджер, так сказать, песня. Джип-джи. Да, была Энджи, ну, как бы наоборот. Какие-то 10 тысяч вольт какая-то, ну, не знаю, что за группа там, еще что-то. Ну, такой. И такой... Звук вот так вот он ловится, записывал на это самое. Ну, это как просто, ну, а так, естественно, между собой какие-то просили, там, второй магнитофон, там, переписать что-то, еще что-то, еще что-то. Ну, как потихоньку. Ну, а играли, Алик, ты сказал там про какой-то риф. Вот мы тоже в школе, там, из-за Исуса. Да, 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 да. И под эту... Все, гитара, давай, соло, играй. Как там уже? А главное, фишка такая, что... Все, и вот на одном рифе, там, как бы... Да, и он мог длиться вообще. Да, бесконечно. Годами. Не-не, ну, просто, ну, вот как бы что-то пытались там кто-то изображать, там. Вот теперь вот какая-то, все остановились, барабанщик, что-то, ну, на каком-то рваном, там, этом самом. Ну, а как? Потихоньку. Ну, правильно, я уже рассказывал много раз. Мы тоже выкручивали динамики из телефонов, из кинапов, кинотеатров. И дома паяли, и... Слушай, так вот этот аппарат, смещение, у нас был совершенно ненормальный звукорежиссер, и вот он как раз делал вот из этого. Ну, ага, и мы делали. Кинап, у нас летний кинотеатр, в Саратове был, на проспекте Кирова, и мы, я там лазейку, в кино приходишь, смотришь, где пробраться, ночь мы через крышу пролазили, и выкручивали один динамик, их же по четыре стояло на стороне колонки, в каждой четыре динамика. И мы каждый там раз в недельку по динамику, и люди привыкали потише, потише. А там вот эти номера статей, они за давностью? Нет, уже не Катя, я узнавал, я узнавал, нет, за давностью не Катя, да. Во-первых, кинотеатра уже нет, инвентаризации никто не сделает, поэтому там много добавок. Нет, это, да, это такое явление. А мало ли, может, я придумал историю, правильно? Пойди проверьте меня, да? Почему такой звук в кино какой-то непонятный? Да, что-то хуже, хуже, хуже. Тише, тише, тише. А у ансамбля больше, больше колонок появляется. Опилили все сами. Да, да. Согнали, шкурили, красили, дерматином обтягивали. И тогда начали перематывать динамики А4-32 и вот эти вот 25 ГД. Да, да, да. И были, если вы помните, такие, лоб когда, огромный, это, у этих звукорежиссер, даже не только что. 18-дюймовый, ты имеешь? Да, они их перематывали. Да. И они становились, они, да, они становились более мощнее и более теплее звук. Теплее звук, точно, точно. Ну, блин. Ну, хорошо. Были люди. Это потом Новикол Игорь появился уже, который стал профессионально делать, а мы пилили так, как они. Если с оборудованием можно было откуда-то выпилить, взять, спаять, то как бы с инструментами? Это где же брались эти... А, с инструментами интересно, да. Вот, что там за история? Юлечка, тоже не поверишь, но пилили тоже гитары сами. Алик, я могу рассказать. А ну-ка, давай, 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 давай. Ну, смотрите, в Москве мы можем было купить какую-нибудь гитару, типа Музимы, Винлана или... В Лейпциг был магазин у вас. Да, был еще чешский баст, он назывался Ирис. Это под фендер телекастер. Но его достать вообще было невозможно, потому что это считалось. Ну, это фатистский фендер, да. Но вот такие инструменты были. А еще были люди-мастера. Они уже тогда работали. Например, очень котировался фендер из Казани. Казанский джаз-бас. И кто имел этот фендер, они считали счастливые обладатели этого самополая. И, кстати, неплохо делали. Отлично. Ну да, и, кстати, очень похоже было. Единственное, что плохо было, кинематика сделана, колки, струнный держатель. Вот это и струн не было. Вот что. Приходилось то делать. Из рояля. Из рояля, да. Либо брать какие-то струны, которые все-таки продавались. Они такие вот советские. Они были, если бы для бас-гитары, они были плоские. Вот. Снимали эту оплетку, чтобы они более-менее какой-то рояль там давали. И пальцы в кровь тогда. Да, да. Вставили на инструмент и как-то и играли. Но проблема была всем. Но, в принципе, можно было все-таки доставать, например, струны и бас-гитару через специальных людей. Например, вот... Ну, студенты и морячки возили, да? Да. Дипломаты. Дипломаты, моряки и... Ну, студенты по три сутки. Не, ну а где? На Неглинке? На Неглинке. Рядом люди же все время стояли. Неглинка, да? Да. Работа еще на этой. И еще там одна была толкучка, где, в принципе, можно приехать, договориться. Но это стоило, например, вот струны свиньбаспс, я себе покупал, они стоили 120 рублей. 120 рублей. Не все получили такие деньги. Ну, конечно, зарплата в месяц, инженеры хорошие. Возили моряки, возили, например... Студенты. Ну, студенты. Ну, эти негры возили иногда, да. Вполне возможно, а возили кто еще? Например, у моих друзей были, ну, в министерстве, например, торговли родители, и можно было им сказать, вот, вот есть такие, вот, можно купить? Ну, можно, я зайду и куплю. И действительно привозил. Вот так. Или ехать на толкучку на угол, на Неглинный, и там целая куча таких людей, которые вот по таким ценам, как я ниже сказал, вот они продавали. Алик, ну, а когда ты стал счастливым обладателем фирменной бас-гитары? Сложно сказать. Ого! Ого! Это значит, не был праздник в семье у тебя? Нет, праздник у меня был. У меня был Риккенбекер. Вот. Уже в 77-м году, в 4.001. В каком? В 1777-м год. Ну, как? Ну, что-то ничего себе. Нет, не про 78-м. Нет. Ну, Риккенбекер. Штука в следующем. Дело в том, что приезжали демократические коллективы, например, там, Пудис, там, из Гер... Из Гер... Из Гер... Из Венгрии. Польша, Венгрия. Польша, да. И они тогда уже все имели. И когда они приезжали, они все свои инструменты, даже вплоть до оборудования, даже кроссовки продавали. Они все продавали здесь, потому что у них рубли котировались, они их увозили, и там покупали следующее, и опять ехали сюда, и опять распродавали. Челнахи. То есть они, помимо того, что они играли хорошо, они еще хорошо... Зарабатывали. Да, бизнесом. Так более того, и вице-шерфи, и ужок. Вот я у него первую этажерку купил, Хонор, клавинет, орган и стринг-роланд. Альбас тогда, когда увидел, в 77-м году, он обалдел. Ну, этажерка, которых вот у Послободкина была, и мало у кого были они вообще такие клавиши. Так что ты правильно говоришь. Вот, а по поводу Риккенбекера еще. Этот инструмент купили у Сосницкой, такая певица ленгерская была. Продали инструмент, он был в кофре, и звучал он, ну, я имею в виду, и не так вот, а просто иногда потом продавали инструмент, непонятно в чем. А здесь все было... Все родное. Все родное, да. Кофр, паспорт, инструмент фактически. Ремень, наверное, да? Нет, ремня нет. Вот. И стоил по тем временам 4 тысячи рублей. Это огромные деньги. Что знаю. И... Маршина Жигулей. Да, и так получилось, что я нашел только тысячу рублей, а остальные мне одожили. Вот. И, к сожалению, я продержал его только год, и после этого меня его привезли, забрали. За долги? За долги. Да. Значит, тогда уже эти были, как они называются? Были, были. Рейдеры, да, захваты. Нет, все было. Разборки. Ну, да. Печаль, ну, ладно. Да, да, после Рейкенбейкера. Мне просто интересно, вот мы тут начали, этажерки, то всегда люди так слушают, о чем они там. Ой, нет, вы знаете, вот как раз сейчас... Кинапы какие-то. Подождите, я обратную связь сразу смотрю. И смс-ки, которые вот есть, они уже греют сейчас вот сразу. Так, супермузыканты, лучше басиста, я не видел, рок-звезда. Алик, это к вам, спасибо большое вам. Это относительно большое. Ну, я читаю смс-ки. Очень приятно видеть и слышать, в том числе знать безупречную игру. Надеюсь, Алик и дальше продолжит говорить об этом. Не знаю, даже в данном случае, наверное, это о гитарах. Дальше. Бас Алика Грановского всегда узнаваем. Спасибо за ваше творчество. Ждем нового материала от мастер. И вот это еще замечательное смс-ка ловлю себе на мысли, что далеко от музыки, но мне нравится. Все равно, что они говорят, пусть говорят. Ребята, по вас просто ностальгия. Так, а это мы специалисты, мы можем. Алексей, Алекс, спасибо вам. Чего хорошего не знает. Давайте еще трек прозвучит от мастера, и дальше мы обязательно вернемся. Это музыкальный салон. Оставайтесь с нами, потому как люди у нас сегодня здесь. Просто невероятная. Ну, а истории, ну, сами знаете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это уже было намного позже, да? Ну, да. Ну, вот той и той истории, да? Не, ну, временаж тоже, они менялись каждый месяц, каждый год и так далее. То есть уже и как бы, и мастер как бы... Поменялся. Мастер, ну, в смысле и поменялся, и времена поменялись, и музыка стала. Алик там о чём-то не говорит, но оно в принципе понятно. Зачем? Ну, конечно. Зачем? Включай кнопку на модифоне, да, и так далее, и так далее. Ну, и у людей жизни, так сказать, вот эти все непонятные взаимоотношения было так, понимаешь, а сейчас вот так, сейчас капитализм там или как, хотя это такое. Ну. Ну, а до мастера у тебя какая музыкальная карьера была? Не, ну, когда ещё что-то, не знаю, 80 какие-то там, 4-е, 5-е, 6-е, 7-е. И в филармонии, и в Казахстане филармонии, ну, как в такой, в чёсовой, так сказать, это. Хотя тоже играли что-то, ну, и играли там какие-то свои там у нас, ребят, песни, то есть какая разница. Горящий снег в Омске ещё был, и, да, ещё потом группа «Лайв» ещё была. Да, нет, ну, мы очень хотели. «Лайв» и сейчас есть, и бывает есть. Так, вот это да. Нет, ну, да, нет, так я говорю, что все комсомольские, так сказать, ну, с разной степенью всё же от людей зависят. Вот молодёжные центры, да, и пошло всё это течение фестиваля там. Одну секундочку. В Новосибирске, в Кемерово. А пока мы спокойно и неспешно выйдём наш разговор в Нью-Йорке. В полдень это программа «Музыгальный салон», время, когда мы обязательно должны передавать приветы, слава и благодарности всей нашей команде, потому как вот уже снова и снова каждую неделю в 8 лет мы выходим в прямой эфир. Сначала Игорь Сандлер, спасибо большое за то, что сейчас мы можем творить это вместе. И музыкальный салон, как «Радиомост» продолжился вместе с прозерским центром Игоря Сандлера. Дальше очень хочу поздравить Максима Челькова с днем рождения, передавить ему огромный привет. И, конечно же, пожелание вернуться снова в наши эфиры. Большой привет из Сержа Лофте, автора идеи «Радиомост» «Музыкальный салон». Большой привет Александру Борисову, Саша, ждём тебя также. Мартину Госманову, который сейчас с нами на эфире. И Кай Канн, это замечательный новый звукорежиссёр, который в нашем проекте уже теперь тоже присутствует. Катюша Суботина и Непельве Ивана Маяцкого и Сергея Штрифан. Большие приветы. Ну, мы, собственно, продолжаем. Там у нас есть ещё время, и настолько здорово и соотносить себя, и те потоки жизни, которые у нас происходили с 70-м годом, 80-м годом. И видеть, и слышать, как же складывался тот самый путь, верхушку которого мы знаем с вами, у тех музыкантов, культовых музыкантов, имена которых хочется произносить на вы и шёпотом. А здесь прямо с первых уст оказывается всё действительно как по-человечески и вовсе даже и не инопланетно складывается. Спасибо большое за искренние такие какие-то информации, которые сейчас мы лоим от вас. Это Алексей Лекс Кравченко, группа «Мастер», вокалист этой самой культовой группы. И Олег Грановский, человек, которого с самого начала мы знаем как мастер, группа «Мастер», но до этого ещё и ария. Вообще, мне кажется, что если говорить о музыкальной составляющей, то сложно себе представить человека, который бы выше на гребне этой музыкальной волны как профессионал был. Спасибо вам за то, что с нами. Продолжим вашими гастролями зарубежными. Спасибо. Что ж там такое происходило? Ну, давай зарубежные. Алик, ну, Бельгия, Голландия, где ещё бывали в каких странах? Самые крупные фестивали, где вы работали в Европе? В основном мы сольными работали. Сольники. Сольная или с какой-нибудь группой, которая там или бельгийская, или голландская, либо лексимбургская, примерно. Вы на разогреве или они? Или по-разному? Там так получилось, когда мы приезжали первый раз, там второй, мы в саппорте работали. То есть... Вы разогревали? Да. Ну, как у нас говорили. А потом поменялись. А вот так? Даже так, да. Ну, как Паргорькова мне рассказывали, там Red Hot Chili Chili Peppers тоже им разогревали на типа. Ну, да, да, точно. А в каких странах бывали? Ну, Бельгия, Голландия ещё? Бельгия, Голландия, Люксембург, Франция, Германия. Ну, прилично. А, Израиль был. Тоже хорошо? Да. Ну, как-то так. Залы большие работали? Ну, тысячники, наверное, да? Или клубы? Нет, ну, где-то так, большие клубы. Ну, и вы пели на русском или на английском? По-английски. По-английски пели, да? А вот почему сейчас... Понимал, о чём вы поёте. А почему сейчас вот не сразу ответ? Ведь сейчас воспоминания о тех гастролях на английском языке, это могло быть как-то не так воспринято или... Ну, вспоминали на каком? На испанском? На китайском? Нет, ну, если мы работали, к примеру, в Европе, то понятно, что мы туда часто поезжали, надо было работать на языке, им понятно. Ну, всё верно. Только из-за этого. А если работа в России, зачем петь по-английски? Ну, да. Никто нас не понимает. Да и вообще не... Ну, кстати, вот можно на Рыбьем ещё? А, на Рыбьем, да. Кстати, интересная ситуация была. Как-то мы... Михаил Сершев, вокалист первый, он не мог поехать, и с нами поехал сённый вокалист Артур Берхов. Угу. Рассказывал об этом. У него были тексты, такой папочка, значит, на английском языке, и кто-то из фанатов эту папку вытащил, ему пришлось петь виск, который был на марсианском языке. Офигеть. Ничего себе. Да, а главное, все были... Довольны, да? Довольны, да. Но у него хороший английский язык. Ну да, вот так. Да, то, что он придумал, ну, кому-то казалось, что так и надо. Прикольно. Алик, а ещё я знаю, у тебя есть интересная история про мой родной город Саратов. Юля, кстати, тоже оттуда. Вот твоё посещение Саратова и история связана с этим городом. Ага, ну, это надо вернуться обратно в 80-е годы. Давай, 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 давай. Вернусь. У нас уже группа была смещения. Ага. Мы начали репетировать, и уже у нас была фактически готова программа. Но у нас, по-моему, там что-то, проблема была с вокалистом и так далее. Но мы почему-то думали, что проблема решится, как-то закроется и так далее. И здесь неожиданно позвонил некий такой юркий администратор из Калининграда, что я уже не помню сейчас. Его звали, как сейчас помню, Арест. Арест. Арест, да. И предложил у меня есть знакомый, значит, директор Саратовской филармонии. Почему-то. Скорлупкин Александр Николаевич тогда был директор. И очень по тем временам продвинутый человек, очень такой современный и так далее. Все, он нам это рассказал. Не хотите съездить, прослушаться? Ну, подумали, а что, собственно, нас никто ничего не удерживал. Ну, мы поехали троем. Я, потом Андрей Крустер и Сергей Шелоченко, наш барабанщик, без вокалистов поехали. Ну, так. Прослушаться. Да, Арест нас, правда, дома послушал, мы дома немножко поиграли. Ему понравилось? Да, ну, по-другому, это то, что нужно, говорит. И поехали. Сели на поезд, они нас пригласили. А вот встретили, отвезли в гостиницу Европы, насколько я помню. Есть, да, рядом со мной прямо, да. Да, да, поселились. И к нам в номер пришли, значит, директор филармонии. И вот этот Арест его привел. Резал. Да, да. И директор, значит, у нас номер такой был, кровать, и через коридорчик еще одна кровать. Они сели напротив, а мы достали инструменты и прямо играли вот так вот. Про слушание. Не подключенным, барабанщик играл на коленках, а мы играли вот так на чистых гитарах. Да ты что. Да. И директор слушал, слушал. Потом у меня была ручка какая-то в правой руке. Бросил ее обзепликать. Так это то, что нужно, говорит. Вот. Как сейчас помню. И мы договорились, что на следующий день мы идем в филармонию уже, чтобы нас ознакомить, где мы там можем, не знаю, что ли. Приютиться. Главное, мы пришли, и нас, по-моему, отвезли. У вас была там репционная база в филармонии? Ну, конечно. И нас, похоже, что где-то туда отвезли. Там какой-то Fender ставил базовый, что-то еще. Какие-то барабаны, сейчас точно не помню. Вот. И мы все это посмотрели, нам все это отлично понравилось, чуть ли не решили пойти подписать там какой-то доллар и так далее. Ну, устроиться на работу в филармонии. Вот. И здесь наш барабанщик Сергей Шелоченко звонит домой в Москву, а у него жена Анастасия. И он говорит, ой, я сейчас не помню, как это. Рожают. Да, тебя обижают. Ой, что, что, чего. Короче, человек хватает свои барабаны, которые он туда привез, запихивает в поезд и тут же уезжает. И мы с Андреем остаемся вдвоем. Понимаешь? То есть он гитарист, который еще, кстати, немного поет. И я, бот, гитарист. И что нам делать? Мы послонялись, значит, по... Нам кто-то сказал, ну, как бы барабанщик можно в Саратове найти. Мы там посмотрели направо на лево. Где нам все? Что-то нет барабанщика. Как же барабанщика? Не увидели, да? Да, мы там еще послонялись, там где-то дня два. И что делать? Взяли билеты и уехали. А, бау. Вот так вот. Вот так нас приняли. Ну, кстати. Спасибо. Кстати, в Саратов в те же года приезжал Николай Расторгуев, Розенбаум, Саша. Они планировали тоже в Интеграл, но в итоге шестеро молодых у нас была группа. Да, да, да. Они туда устроили. Кстати, хочу дополнить по поводу директора. Директор сказал, что у меня есть супергруппа Интеграл. Вот это то, что нужно. Они работают, собирают дворцы спорта. И вы сейчас тоже впрягаетесь. Мне нужно, чтобы люди ломали кресло в зале. Вот так он прямо говорит. А мы говорим, ну, ты не вопрос, он сломает. Так оно и происходит. И вот доломались-то, скажем. Алекс, честно говоря, Александр Николаевич Скорлупкин, это на то время был реально самый продвинутый директор во всей СССР. Потому что он Интеграл взял, шестеро молодых взял, у него все продвинутые команды работали. Вас взял бы, если бы не... Сейчас мы послушаем в одной вещи, живье, как это происходит вообще, да, если можно, пепел на ветру. Прям вот лайв. Смотрите, Роя Сейд от FM нас. Можно не только слушать, но и смотреть. Это, конечно, огромное удовольствие. Спасибо, группа Мастер. Проплыл над полем злом, потронулся крылом, достань, звонарь, вина. Ты с Богом говоришь, когда зарю звонишь, так выслышай меня. Ты с Богом говоришь, когда зарю звонишь, так выслышать, так выслышать, так выслышать, так выслышать, так выслышать. Пальцы кровь изранены струной, но ветер все развелит над землей. Мне, когда зарю звон depths... Пальцы кровь изранены струной, если бы не выслышать, так выслышать, как это везет. Если бы не выслышать, так выслышать. Песна быть в беде Я пепел на ветру Пыль и пепел на ветру Ты звони, царай, цари, звони Добрым словом, братья, помяни Бог с тобой, звонарь, и Бог со мной Ветер все развеет над землей ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И звони, царай, цари, звони ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Морьми, Бог с тобой, звонари, Бог со мной Едем, все развеет над землей Субтитры создавал DimaTorzok Группа Мастер в эфире музыкального салуна Олег Грановский и вокалист Кульфы и группы Мастер Алексей Лекс Кравченко. Знаете, сегодня мы говорим и о том, насколько интересны эти люди по жизни, и о том, насколько же они невероятные музыканты. И так много вопросов хотелось задать, но вспоминая еще, сколько трансформаций в группе происходило, откуда весь этот жизненный и накопленный музыкальный опыт и мастерство, Конечно, я благодарю Игору Сандлера за то, что он ледокол, пароход нашей встречи сегодня рулит и ведет сам. Я очень аккуратно на подхвате, но все-таки хотел бы задать тот самый вопрос, если группе Мастер, которая с 88 года, мы знаем ее, как вышел новый альбом Мастер. Когда вы встретились с Алексеем, какое было, это была уже созданная ситуация, он просто пришел и вот как данность остался, или у вас какая-то интересная история происходила, как получилось так, что дальше мы знаем Мастер вместе с вами? Да, история была. У нас была база на молодежной, в докомедиях. А Микаил Серж, который с нами работал до этого, с 87 года, он сказал то, что я не могу дальше продолжать работать, я классический вокалист, мне сложно петь рок-музыку постоянно. Я все-таки берегу, что-то можно беречь. Ну, что-нибудь. Что-то он берег. Да, что-то он берег. Сокровенное что-то. Здоровье, да, здоровье. И, конечно, он тяготел именно к классике, потом к церковной музыке, он работал и в храме, он работал и в артокорале, такой был коллектив. Коллектив монахов, по-моему, и еще что-то такое. То есть он уже начал по этой теме уже туда уходить. Вот сейчас он работает гелькон-опера, певцом, да. Ну, это так, я про Михаила, это отдельная история. Ты общаешься, дружишься. Да, мы иногда даже встречаемся, редко, но бывает. И нам надо было искать вокалиста. И есть такой гитарист, очень хороший, грубая артерия, Сергей Терентель. Он говорит, у меня есть очень хороший вокалист, и могу вас познакомить. Да, мы с удовольствием хотели послушать, и пришел Лекс. Лекс. Это в Москве уже, да? В Москве, да. Ну, мы тут же, какой-то джемсейш у нас был, и все, Лекс остался. С тех пор неразлучно. Да. Лекс, ну расскажи, а ты как в Москву попал? Или приехал работу искать? Не-не-не, сразу про мастер, пожалуйста. Да, вот давай сократим сейчас. Давай про мастер, да. Да, спасибо. Сразу про мастер? Про мастер, ну давай. Ну, Алик вот сказал, нет, ну да, так где-то и получилось. Ну, или я там позвонил, или как, ну позвонил, то есть договорились встретиться. А до этого... Извини, вот важная деталь, я забыл совсем. Вы же, по-моему, репетировали с лайвом какое-то время у нас на базе. Нет, это был там, это разок был и так далее, это никакого отношения. А Латаченко, наш директор, Александр, он сказал то, что в этой группе очень крутой вокалист. А потом еще и позвонил Терентьев и сказал, про тебя же еще раз. То есть мы... Не, ну мы встретились сразу с ребятами, там, я не знаю, что-то из Deep Purple, еще что-то сыграли, спели. И все, и на следующий день стали записывать. И на следующий день поехали на гастроли вообще. Лабиринт там, альбом и так далее. Да, ну и все. Ух ты. А до этого, вот что для вас была группа мастер? Как одна из групп, которые вы знали на сцене, или знали ли вы раньше Альберта, или вот это была вот такая встреча, где вы по-музыкальному встретились и поняли, что совпали? Нет, ну совпали, не совпали. Нет, был период, да, где-то случайно, я помню, как раз 87-й, то есть мастер в большом пафосе. Ну, я не про мастер. В хорошем пафосе. Да, то есть где-то с какими-то тоже, ну, тогда же вот варка была, люди приезжали, выезжали там где-то в какие-то коллективы, коллективов много, какие-то, так сказать, ну вот, на гребне и так далее. Помню, что с Андреем Большаком, обычно же в метро все забивались, да, раз какие-то пересечения, не помню о чем. Ну, ну, а так что, ну, так же, как Арии, так сказать, первый альбом, это был прорыв, ну, то есть в общем пространстве информационном, это же как бы было что-то, вот, ну и все, а дальше пошли вот и Ария, и Мастер затем и так далее, и еще разные там коллективы-то появлялись такие. Ну, как, ну, я в принципе к нашим, так сказать, группам, ну, относился, ну, может быть, это такой, так сказать, немножко... С осторожностью. Ну, потому как, ну, если с детства слушал вот этих монстров, цепелин и так далее, поэтому, ну, одно дело, так сказать... Фирма, а другое дело наше, да. Ну, и, в принципе, еще как бы и звучание другое и так далее, то есть когда у тебя все это в сравнении, да, как бы, конечно, хотели и пытались быть как они, не в плане, так сказать, копировать, но все-таки как-то это нормально. Ну, да, красиво. Ну, то, что сразу как бы почувствовалось, почувствовалось, во-первых, вот это, ну, назовем словом, там, энергетика, Алика, и, ну, то есть вот, и в связи с этим, то есть, то есть песня, которую знают все, или там вот мы какой-то, как сейчас говорят, кавер сыграли, так далее, она звучит так, как она звучит, и ты в ней живешь, тоже как соучастник, это самое главное вот в этих, в коллективе, когда есть вот это ощущение, так сказать, общего совпадения, не разночтения, я имею в виду не в музыкальном смысле, а в энергетическом, то есть это, если есть совпадение, тогда это прет, а это самое главное. Да, резонирует. Поперло его-то уже 23 года, да, или сколько, больше 20, да. Супер. Ну, а состава основного мастера, он менялся, трансформировался, или как вот с тех вы? Вот современного мастера? Ну, да. У нас получается, что тяжба с барабачкой в время времени, хотя мы уже с Лексом как-то говорили, что мастер — это не совсем даже группа, да, а это... Кузница. Ну, проект, такое слово, неприятное, но вот образование людей по энергетике, по профессиональной подготовности и так далее. Творческое объединение. Объединение, да. Ну, да, да. Да. И мы это так считаем. Вот. И у нас может быть и второй гитарист легко, и клавишник легко, и тут же мы едем играть и четвером, и пятером, и троём-четвером. Вот. Так что у нас... То есть как-то так. Лего такой собирается. Да, да. И то у нас один барабанщик, сейчас у нас Алексей Баев работает, хотя мы с ним... Ты Лёшка хороший, парень, очень хороший. Да, да. Правда, мы с ним знакомы очень давно, он мне помогал записать, когда мы познакомились, он мне помогал записать мой сольный второй альбом «Bass Manuscript». И потом он с нами играл, ездил с нами, кстати, в Израиль. Угу. Вот. Второй раз, когда мы там были. Так что мы его хорошо знаем, а сейчас он на постоянной основе с нами работает. Ну, он, кстати, и поёт неплохо, и пишет неплохо, он мультиинструменталист, он красавчик, он у меня тут много-много раз выступал. Так он сейчас основная работа у вас, да? Нет. Или где-то ещё? Где-то ещё. Где-то ещё, да. Ну, сейчас такое время, что... Да, да, да. Да, некоторые, я знаю, есть коллективы, которые очень ревностно относятся к музыкантам, которые... Которые настроены. По-по-по-разному. Гуляют. Да, ну, у нас... Спокойно. Такое бывает. Нет, ну, время такое, когда, если бы было, ну, грубо говоря, как человек работает в филармонии, ну, назовём, или по-другому пускай называется, у него есть стабильность, есть какая-то зарплата, есть ли концерты, нет ли концертов, такого же сейчас не существует. Ну, как бы и вообще, поэтому времена нелёгкие, ну, что поделать, надо жить. Да, подстраиваться. Ну, вот здесь как раз очень много вопросов от СМС-вопросов от радиослушателей по поводу мастер-классов, и по поводу видеоуроков, по поводу, можно ли связаться и стать частным учеником для подростка. Вот какой вам вопрос. Действительно, можно сократить, да, такую дистанцию, и не только слушать это, и знать, что вот они реальные музыканты, то есть самые культовые группы мастер, а ещё и соприкоснуться, и чтобы дети играли. Вообще, по-моему, как у вас с этим? Чтобы дети пошли. Да-да, по стопам. Соприкоснуться и пошли. По кривой дорожке. Но это уже задачи нет. Мне кажется, что как раз. Если часто соприкосаться, дети могут быть, да. Да и редко бывает, тоже дети могут быть, не то что часто. Олег, ну, а вот да, у вас кузница, как говорится, кадров. Люди, которые проработали в мастере дальше, как их судьбы, вернее, самые известные. Ну, не знаю, это как-то сама-сама-сама, да, я не знаю. Куда они пошли, да. Хотя вот этот состав, то, что я говорил, он гитарист Леонид Фомин, Лекс, я, и вот барабанщик. Барабанщик вот у нас, да. А в основном вот мы вот троём держимся. И, соответственно, Андрей Крустер, который, грустно, режиссёр и директор. Всегда. Он давно у вас же, да? С самого начала, Андрей, или нет? Или с девяностых? Нет, с месятых. Не, ну, с Аликом вот ещё. Он со мной ещё весь по жизни. Андрей. Андрей, да. Конечно. Как гитарист. Супер. Хороший состав. Так что, старый. А как насчёт сольных продуктов? Вот большую прогулку хотели мы всё-таки здесь немного об этом поговорить. Это был сольный первый, да, сольник, который вышел. Сольный первый, да. И это тоже ни в коем случае не входило в конфликт интересов существующей группы, авторитетом группы и теми людьми, которые вот так здорово совпали, так долго вместе. То есть это просто то детище, которое вынашивалось и параллельно выпускалось, да, в 2004 год? О, нет, нет, ничего там не вынашивалось. Я просто задумал, это тут же сделал и забыл. Прямо в студии, да? То есть это нужно было приехать, это нужно было записать и уже... Ну, я подготовил матери... Да, у нас в студии всегда на базе. Я приехал, начал записывать и уже готовил... Ну, то, что я сочинил, если так можно сказать. Вот, и тут же записали всё. Вы играете без медиатора? Ну, как тут же, постепенно. А? Вы играете без медиатора? Медиатором играешь? Я играл медиатором, да, лет сорок, наверное. А потом на пальцы перешёл? Да. Ну, вообще, я играю... Они теряются быстро просто. Да, я играю... Неудобно. Вылетают и всё. Я без медиатора, кстати... Палец не отлетит. Неудобно. Не, медиатором тоже хорошо, на самом деле. Это есть... Ну, щелчок свой. Например, вот по мне, вот, я обожаю Крис Квайр, это из ЕС Басит. Вот он играет медиатором. Так это по-настоящему играет медиатором. Это не так, как там некоторые. Или, например, Джон Вэттон. Тоже медиатором и пальцами играет. Вот, и так, и так. Вы с детства играли на скрипке, а через контрабас пусть прошёл, или сразу... Контрабас это я тоже занимался. Да, всё-таки. Нет, занимался, но идти до конца. Ну, а твои любимые бас-гитаристы, Жак Пасториус, там, или Стинг, или кого ты любишь? Гловера, может быть, или Джон Поль Джонса, там. Ну, могу сказать, кто, так скажем... Ну, повлиял на тебя. Повлиял, да. Изначально это бас-гитчачер. Когда я совсем несознательный. Мне очень нравился вот этот фузовый звук. Вот такой рёв. Пока потом выяснилось, что это никакая не примочка, а просто у человека был немножко порван диффузор. И поэтому он ревел бас. То есть это не какая-то перегрузка, или не какая-то педаль, так далее. Кстати, я не знал. Да, это не ламповый перегруз. Это именно было вот то, что... Порван диффузор. Дин немножко, и чуть-чуть он был порван, и он давал вот такой вот, ну, звук именно его личный. Ты не испутаешь ни с кем. Кстати, про Грэнфанг, это в 76-м году, когда Саша Градский приехал в Саратов с группой из Комарохи, и я после этого его пригласил домой в 76-й год. Мы приехали, и Грэнфанг как раз у меня слушали, виниловые пластинки, там Survival вот это. Survival. Да, это легендарный альбом, это первый винил, который я купил. И в 2011-м году, а Грэнфанг была одна из любимых групп Градского, и в 2011-м году, когда я открыл вот этот центр, и вот именно вот здесь стояли стулья, и мы сидели на пресс-конференции, там был Барри Алибаасов, Кобзон есть, Давыдович Градский, и рядом с ним приехал Марк Фарнер, солист группы Грэнфанг. Потом я там и так далее. И Градский мне, это кто? Я говорю, ну Марк Фарнер, ты помнишь, в 76-м году мы слушали у меня дома? Да не может быть! И как раз Марк Фарнер был, да, на открытии нашего центра, откуда мы сейчас въезжаем. А, кстати, Сюткина Валеру, я уж эту историю рассказывал, его в детстве все звали Фарнер, потому что он весь Грэнфанг пел, весь. Да, если Сюткина Валера, ну мы его пригласим на эфир обязательно в ближайшее время, но если он идет по улице, ты крикнешь Фарнер, он обязательно обернется. Это он. Надо попробовать. Попробуй, попробуй. А на свою фамилию он нет? Не, ну свою, само собой, на свою все отзываются, но вот на Фарнер. Алик, ну и еще какой бас-гитарист? А, так не один. Гарри Тейн из Юрохип. Вообще супер. Он же еще мелодист, да, Лев? Да. Он такие партии интересные играл. То есть потом они уже начали подбирать басистов, вот, чтобы они... Под него, да. Под него, да. Вот, но это я имею в виду из такого, из хард-рока. Ну да. Вот. Ну, опять же, вот берем прогрессив-рока, это я уже сказал, Крис Сквайр, Джон Вэттон. А, Тони Левин. Тони Левин. Кинг Римсон меньше, да? Дело в том, что я больше люблю Кинг Римсон, когда там Вэттон играл. А-а-а. Вот это, там, например, Старлилс и Байбл Лэг, Рэдтон. Да, да, да. Да. Это вот мои самые любимые. Нет, мне Левин очень нравится, конечно, безусловно, но Вэттон мне ближе. Именно по состоянию. Понятно, да. Вот. А потом, ну, если брать джазрук, это Стэнли Кларк. Я не раз, кстати, не так давно он был, может, год-три назад, по-моему, я ходил. И до этого ходил, когда он первый раз... В России. Да, в России был концерт. Мне нравится Стэнли Кларк. Ну, по сторису это понятно. Ну, это классика. Классика, да. А в основном, вот, есть, конечно, басисты, они имеют такой собирательный образ всех подряд. И здесь там сложно сказать, да, играют вообще великолепно, гениально. Но это от этого, которого я теперь исчезлил, это от того, это вот, вот это вот там... Солянка, кажется. Это то же самое, что двумя шариками жонглировать, или 60, да, примерно. Ну, вот он 60. Ну, ясно, откуда шарики растут. О, так это очень важно. Алик, вот здесь эсэмэска, безупречная игра. Всегда нравилась звукоизвлечения Алика, мощь и рык баса, плотность на звуках, звук в пальцах. Есть ли школа? Не организовал ли он школу? Не организовали ли вы? Нет, такого нету. Ну, а вообще, смотри, есть Алик Грановский, который впитал всю культуру вообще рок-музыки мировой и бас-гитарную школу, но, но, но. Неужели не хочется вот дальше поделиться опытом, кого-то научить или как-то времени нет? Ну, так скажем, у меня в свое время были ученики, но это было скорее в 90-х. А потом что-то как-то мне немножко... Надоело. Даже был один мастер-класс, я помню, в одном клубе. Ну, я что-то... Я не сольный бас-гитарист. Мне нравится вот мочить с ребятами. Вот это мое. А это играть... Шашками. Да, вот именно, все, 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 поехали в бой. Вот это нормально. А, вот это и... Так, Алик, ну, про мастер-класс заговорил, тут я тебя за язык не тянул, сейчас у меня будет фестиваль «Водстук». Вы там будете у меня выступать, безусловно. Мастер на Водстуке, да. У меня еще мастер-класс, я провожу в отдельном павильоне. Вот тут я тебя прям попрошу обязательно тоже минут на 40. А я не даю таких концертов. У меня нет программы, и я потому что... Отдельно мастер-классник. Нет, я этим... У меня есть пара сольных альбомов, но я ничего тут не играю, потому что это только... Не, просто рассказать, поделиться опытом, и все. Не, я могу поговорить. Сейчас они договорятся, пока будет в прямом эфире звучит лабиринт мастера. У нас сегодня Алексей Кравченко, да, Олег Грановский. Лабиринт. Теран для одних, герой для других, третий молчат. Одним воля есть, другим воля нет, кто виноват. Кровь своих детей, поплев машиней, революция пьет. Город сам забыл, солнце пил и пил, песни память не вжат. Купить можно всех за грош или хлеб, или за власть. Взлетел без помех, стильный волчий мех, стильный мягче упасть. Лабиринт, где жизнь, где скорбь, а выход смерть. Лабиринт, где свет подвешен на струне. Лабиринт, где душно мне. Лабиринт, здесь новых откровений нет. Глаза ищут цель, когда не удел нищий народ. Одним блинтажи, другим река лжи. Эй, ты! Третьих расход. Лабиринт, где жизнь, где скорбь, а выход смерть. Лабиринт, где свет подвешен на струне. Лабиринт, где душно мне. Лабиринт, здесь новых откровений нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Спасибо вам большое за доверие, спасибо Игорю Сандлеру за гостей сегодня, Олег Грановский и Лекс, это Алексей Кравченко, вокалист той самой культовой группы «Мастер», музыкант и человечище. Очень надеемся, что у нас будет еще возможность пообщаться с вами и больше соприкоснуться. О «Мастере времени» хотелось спросить. Девятый альбом группы «Мастер» вышел, который называется «Мастер времени», это уже пару лет прошло, поэтому мы уже будем ожидать чего-то еще и еще. Не хотела спрашивать о планах, поэтому сейчас фокусирую на этот самый девятый альбом. Что скажете о нем, какие ожидания были перед тем, как он выходил и считаете ли его сейчас, вы для себя, так и есть новым? Не, новым. Наверное, новым, да. Хотя, на самом деле, вот какие-то записи свои же, ну, мастера альбома и так далее, которые слушаешь через 4-5-6 лет там, которые прошли, и слушаешь, и сам себе говоришь, молодцы. То есть вот это ощущение нового, которое становится уже каким-то стабильным, я думаю, оно присутствует, ну, во многих песнях, во многих альбомах, и какая-то актуальность, и своеобразие, или свое ощущение, оно остается. Ну, это самое главное, поэтому, ну, потому что новое не всегда хорошее, но я думаю, что у «Мастера» все хорошо. Группа «Мастер» и «Мастер». Небольшое, да. Твои комментарии. Да, да, небольшое дополнение. По мне, так, отличный альбом, ну, как и все мастеры альбома, но это такой достаточно очень разнообразный альбом получился, там можно слушать разные стилистики, ну, чуть ли не прогрессив, и даже какие-то легкие джазовые оттенки там есть. Ну, и понятно, что есть и металлы, и травеши, и чего угодно. Но что, собственно, специфически для мастера? Мы не... так получилось, что от самого первого альбома мы никогда не придерживались единой линии, чтобы вот играть одно и то же из альбома в альбом, потому что получается, что вот если... Так неинтересно. Неинтересно, да. Иногда получается взять какую-то, ну, любую группу, там, неважно какую, они... у них есть там какой-то очень, там, популярный их альбом, и они пытаются постоянно уже в следующее, там, в летащее время... Да, поддерживать свои шаблоны. Да, шаблоны. И получается, вот как по мне, это... Всегда хуже. Да, без... знаете, и только хуже. Всё абсолютно правильно. Вроде как будто похоже на то, но хуже. И главное, что фишка ещё даже по самому-то хуже. Вот что интересно. А вот мы как-то стараемся не рубиться на определённой, вот, чисто вот в одной линии идти. Мы стараемся развиваться. И так получилось, что у нас такие музыканты, что они, ну, всеядные, они воспитаны на разной музыке абсолютно. Не только в русском коридоре, а в широком смысле. Вот поэтому... Ну, это всё равно, что всю жизнь есть один и тот же суп или кашу, да, хочется же поменять немножко меню. Но стилистика в любом варианте остаётся, потому что фактура, мощь, опыт остаётся. Но направление меняется, это очень круто, и я двумя руками за такой формат развития группы. Да, и вот этот альбом «Мастер времени» вот именно вот получился вот такой вот... А по поводу... Разноплановый. И в стиле мастера, и в то же время очень оригинальный. А давайте ещё, если можно, маленькую такую, маленький вопрос задам о ещё одном сольном альбоме. Если сольный альбом вышел в 2004-м, «Большая прогулка», это действительно шедевральная абсолютно бас-гитара, Алик Грановский. Серьезно? Да. Вот, я своё мнение выражаю, простите, возможно... Алик об этом не знал. Ну, не знаю, не знаю, здесь вам можно и пресс почитать, если вдруг сильно заняты и даже и не догадывались. Есть ли какие-то ещё планы по поводу вот выпуска какого-то сольного, да, такого проекта? А, нет, планы нет. Ну, пока я об этом не думал. С вокалом, тем более, Лекса Алексея. Ну, как нет, планы есть на выступке выступить. Как нет планов? Нет, ну, планы по поводу выпуска сольного альбома. А это на выступке, это обязательно. А выступление на выступке можно уже просто сразу потом альбомами выпускать, и всё. То, что там было. Хорошо, спасибо вам огромное. Ещё также напомню радиослушателям, что если вы ещё не слышали новый альбом, последний, крайний, не знаю, неправильно выразилось, да, девятый альбом, вот так, группа Мастер, Мастер Времени, то самое время послушать, потому что столько драйва. Ну, наверное, вы давно не ощущали, если ещё никогда не падали в музыку такого плана. Можно добавить пару слов? Конечно. А вот то, что мы сейчас делаем, сейчас мы записываем Макси Сенгл, и материал уже готов где-то процентов на 70. Да, сейчас идёт работа над текстами, потом всё. Ну, и на премьеру, пожалуйста, к нам приходите. Придём, приглашайте с удовольствием. Хорошо. Игорь, ну ты? Мы сейчас уже обсудили, будет альбом, будет фестиваль Водосток, и к осени опять ребят пригласим, уже новые впечатления, новые работы будут, новая музыка. Супер. Юля, ставим то, что ты хотела. Спасибо большое. Сейчас только ещё обозначу. Имя бас-гитариста Алика Грановского, конечно же, относит нас в те самые годы, которые на тяжёлой сцене, на такой настоящих группах музыкальных. Появилась Ария и вот Мастер, и вот сегодня мы разговариваем с ним. И из первых уст выясняем очень-очень многое, выяснили уже, потому как программа подходит к концу. И Алексей Кравченко, Лекс, вокалист культовой группы, Мастер, музыкант и человек просто невероятный. Мы очень надеемся на новые встречи также. Пожалуйста, смотрите музыку, пожалуйста, следите за тем, что происходит, и мы будем вместе ждать нового сингла, который, как выяснилось, вот готовится. Спасибо, Игорь Сандлер. Спасибо, праздникам Центра Игоря Сандлера. Мы связываемся радиомостом с нашей студией Нью-Йорковской ЮРОС и радио. И, конечно же, каждую неделю ждём вас, дорогие радиослушатели, на наши такие музыкальные беседы. Спасибо вам большое за доверие, дорогие наши гости. Юлечка, дорогая, спасибо. Спасибо вашей аудитории, которая сейчас прильнула наверняка к радиоточкам, к интернет-видео на изображение и слушает нас. Спасибо, Алик, спасибо, Алекс. Спасибо, спасибо, очень-очень приятная атмосфера. Ты знаешь, вот такое впечатление, что мы и не расставались никогда. По-домашнему, да, по-домашнему. А этим мы и отличаемся от всех других радиостанций, что у нас это не эфир-эфир, а у нас дом. Беседа. Да, беседа дружеская. У нас миллионы историй, мы только сейчас обсуждали, что два часа, как секунда, пролетели, и ещё бы два часа пролетели. Но время имеет свойство начинать и заканчиваться. Спасибо, грамотные ребят, вам за ваше время. И слушаем композицию. Спасибо. 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 До новых встреч. Счастливо.